Ну что же, всем еще раз здравствуйте, уважаемые зрители. С вами Рухаб, с вами Мила и Морталия. С продолжением сегодняшнего игрового дня. И у нас Execration против Blaze. Вторая карта. Вторая карта. Первую Execration достаточно уверенно выиграли. Они контролировали ее практически с самого начала, к моему удивлению, если честно. И команда Blaze сейчас должна как-то отыгрываться. Перспективы, наверное, есть. Нужно совершать поменьше каких-то необдуманных действий, побольше играть, наверное, осторожно, потому что команда реально бежала вперед, сломя голову, несмотря на то, что проигрывала на протяжении всей карты. Это им помешало. Это им помешало. Ну а Execration забирает себе Магнуса. Хоть и против Спектра, но Магнус есть. Там Snapfire в ответ на Феникс. Я надеюсь, что это Snapfire будет стоять все-таки на позиции какой-нибудь саппортящей, чтобы освободить слот под какого-то кор-героя, чтобы они не повторили то, что сделали их коллеги по региону из коллектива Адроид. Ну что, веришь в 6 карт? Верю в твои 9. Ну, Лос вчера верил, значит 8 будет. Значит, будет 8. Нет, нет. Знаешь, Морталис, сейчас будет 2 карты. Еще 2? Да, еще 3. Нет, ну я думаю, что, короче, судя по тому, как играют Execration, они, конечно, могут закинуть, но в целом они все делают нормально. Если Ска возьмет себя в руки и больше не будет соло ходить, когда там этого делать не стоит, и в целом не будет умирать до замеса, я думаю, что у них все получится. Ну а Blaze, я думаю, опять же, никаких нетрадиционных пиков. Doom просто в бан, что они сделали. Также, если честно, ну, я бы на их месте что-то придумывала с Магнусом, потому что Doom и Магнус — это примерно одного поля ягоды в плане пикабельности, в плане рейта. Ну, я думаю, что немножко, может, даже популярнее Doom, но Doom чаще банят, и Магнус все-таки чуть чаще появляется. Поэтому Магнуса самого можно было бы себе забрать, не знаю, что-то с ним придумать. Взяли Спектру, Спектра против Магнуса считается неплохим героем, потому что она может с помощью Хаунта сбывать ему Блинк, и в целом ловить Спектру — это такая задача не самая легкая. Феникс, тоже уже неприятный герой, но против него взяли Снефуайр, который легко разбирается с яйцом. Добирается Тускар. Кстати, своеобразный подсейф от РП может быть в теории, и инициация для Блейзов. Клокверк для Экзакрэйшн, это еще один инициатор, с которым, ну, честно говоря, сейчас не совсем понимаю, против кого конкретно взяли этого Клокверка, а просто взяли-взяли. Возможно, для контроля Снефуайр, не знаю, просто хороший герой, который тоже сейчас-часто... Персонаж сейчас, причем это герой хороший еще и по статистике, у него винрей тоже достаточно высокий, там, 60%, побеждает Клокверк, нам показывают потрясающую игру в Европе на этом персонаже, Викинги умеют играть, да там каждая команда умеет играть на этом Клоке, потому что на нем нужно уметь играть. Он универсал, ему, в отличие от многих других четверок, которые раньше были популярны, по типу Шейкера, да, например, ему не нужно... Собирать деньги, у него просто шестой уровень, он врывается. Это левел, он врывается, у него все способности очень полезные, он дает разведку, в том числе, команде, у него есть контроль, он может контролировать через БКБ, у него огромное количество опций всяких разных, и самое главное, что он гибкий, его можно двигать на разные линии. Он стоит в легкой, на пятерке, он стоит в оффлейне, на четверке, он стоит просто в оффлейне. В Китае одна из команд, по-моему, основной состав Ехоум, если я ничего не путаю, даже в центр Клокверка ставили. Ну, то есть, до такой степени герой хорош. Сейчас берется Лич, Лич от Блэйз, и таким образом нам намекают на то, что Феникс или Таск будут стоять в оффлейне, Лич пятерка под спектру. Сильная линия, достаточно спектра Лич, спектру там очень сложно убивать, дисперсия, щит, сами убивать способны кого-то, Магнуса или нет, посмотрим. Такой, получается, плотный тускар, тактим под щитком Лича идет вперед и будет разговаривать, смотря какой линии. Вообще, можно было бы даже вначале поставить триплу для того, чтобы обеспечить полностью комфортный фарм для спектры. Ну, кстати, был какой-то такой момент, но это было в предыдущем патче, когда так стали делать в какой-то момент. Но, тем не менее, Батрайдер. Еще, посмотри просто, какие шикарные ультимейты в экзакрэйшн. Ну, то есть, инициация, наверное, тут 10 из 10 и Батрайдер, и Клокверк, и Магнус, плюс урон имеется за счет ультимейта снэпфлайр. И вот если сейчас они доберут какого-то хорошего прям под это все дело кора, который просто будет поддерживать эту самую инициацию. Ну, вот, кстати, вот джекернаут мне опять для бани. Кто еще любит драться и вносит хорошее количество урона? Также хорош против спектры. Возможно, Сларк? Антимаг был хорош, вот только что забанили. Он просто быстрее фармит, чем спектра на порядок. Вообще, получается так, что огромное количество контроля сквозь БКБ в экзакрэйшн, но героев, которые покупают БКБ, по сути, нет. Спектра очень редко берет, прямо очень-очень редко. Разве что мидер какой-то может купить себе Блокинг Бар на Фениксе, Таске или Че. Это такие предметы роскоши, которые сложно купить. Эмбер Спирит в бан уходит. И так, вроде много контроля, но испугались Эмбера почему-то. Испугались этот бешеный темп, который он может задать. Тролль в бан. Хороший бан, кстати. Тролль бы переезжал здесь все, что есть снизу. И Суперновый ломает. Отличный бан от Блейз. Это прям, возможно, лучший из оставшихся. Теперь нужно над Керри подумать. Свен, как вариант, он тоже переезжает Спектру. За счет, опять же, скорости фарма под Магнусом, там, забей. Там такие цифры. Ну, надеюсь, не какой-то Лайвстиллер появится, потому что... Очень многие считают, что он хорош против Спектры, да. И он, опять же, в темп попадает, и, опять же, под Магнусом может его поддерживать очень долго. Против Лайвстиллера здесь. Не то, чтобы много всего. Знаешь, как ты относишься к Бремастеру, так я примерно к Лайвстиллеру сейчас. Это что-то такое. А вот ты тоже считай. Я считаю, у меня Лайвстиллер еще вообще не выигрывал. Я не хочу, чтобы он выигрывал. Это на данный момент очень... И Базвуд Лайвстиллер. Ой, это Voice Spirit, спасибо. Но без... Без ярко выраженного Керри собираются играть. Вообще без Керри, на самом деле, они собираются играть. Ну, то есть... Ну, Магнус будет эту роль выполнять. Так в Китае делают иногда. Или делали. Точно играл Папарацци на Магнусе в легкой линии. Там Разор с ним бегал. Ну, это лучше. То есть вообще никакого физурона нет, по факту. То есть вот только Магнус и все. И рискуют. Экзекрэйшн своим пиком. Здесь появляется ДП. ДП, Спектра, Лич под сейф есть. ДП, может, не самый лучший, но... Тем не менее. Есть щит Лича, есть Сноуболл Тускара, есть подхил от Феникса. Ну, что же... Что ты думаешь? Что же ты замолчил? Конкретно Лейт, ну, наверное, все-таки за... Ну, Лейт понятно, за кем. Спектра, Лейт его. Мы, к сожалению, не успели посмотреть, кто на ком играет. Там очень важно, куда пойдет Рейджин Потейт и на ком. Где будет стоять Магнус в легкой линии или нет. Кто будет стоять против ДП, потому что такое чувство, то, что ДП стоит нормально и с Магнусом, и с Войт Спиритом, и с Бэтрайдером. То есть, вроде как, ДП достаточно хороший выбор. Надо смотреть, надо ждать, кто на ком играет, потому что, если игра вдруг затянется, ну, Блейз обязан это выигрывать каким-то образом. Буду удивлен, если... Хотя нет, почему я буду удивлен? Не буду я удивлен, если они проиграют. С чего бы вдруг Блейз команда, которая не показывает нормальный уровень, к сожалению, на протяжении уже двух с лишним недели, и если их накажут 2-0, пусть так и будет. Ну что же, дорогие зрители, а также не забывайте нажимать на баннер по трансляции и получать 100% бонус к депозиту от паримач. Вот сейчас игра начнется. Если Войт Спирит в легкой линии, например, да, представим ситуацию, может ли он выйти в физдпс билд какой-то? Я только дезолятор помню на этом герое. Я не помню, чтобы что-то еще на нем покупали. И тот дезолятор не первым слотом, то есть... Ну, тут можно. Тут можно дезоль БКБ что-то такое покупать под магнусом фармить. Другой вопрос. А что дальше? То есть какие-то Эбисалы добирать, не знаю, КБ покупать. Допустим, они захотят подраться. У ДП есть Сайленс. То есть тоже проигнорировать полностью какой-то такой Юл, Аганим, который на нем очень хорош. Даже если в теории посмотреть, что он может собрать в лейте, я думаю, что нет. Честно, я не понял Войт Спирита ластпиком. Вот была бы аналитика у нас сейчас. Они бы, наверное, объяснили, почему Войт Спирит берется ластпиком. Но вряд ли они бы смогли это угадать. Так, давайте смотреть. Экзекрэйшн меня больше всего интересует. Рэйджин по Тейтан. Ага. Еще его Этспирит по плейн идет. Тут вообще все очень интересно. Звучит как бред, если честно. Ну, звучит как звучит. Возможно, Экзекрэйшн слишком уверен в себе. И они правда считают, что они прям на миллион голов выше, чем в плейн. Уверенный экзекрэйшн. Уверенный в себе экзекрэйшн. А что сделано? Подожди, а что? Хорошо, хорошо. Хорошо, скажи тогда, почему так? Я не знаю, надо у них спрашивать. Знаешь, они сыграли первую карту. Они ее достаточно уверенно выиграли. Да, там было пару косичков. Пару косичков. Ну, что-то там. Не ошибался. Здесь два раза так закинуть, спектра выиграет. Рэдкликом просто затыкает всех. Это оффлейн войд спирит, который не будет покупать физ.дпс артефакты, вероятнее всего. Может, конечно, опять же, в дизоль выйти, но что дальше? Это батрайдер медовый, керри магнус. Магнус, ты должен тащить это в соло. Слушай, это просто суперактивная дота должна быть. Это экзекрэйшн. Они решили, мы деремся вообще всегда, везде. И они берут батрайдера, который должен обеспечить идеальность батрайдера. И интересно, интересно. Вообще, может, они не ожидали, там, не знаю, ДП увидеть. Не хотели, чтобы... Я не понимаю, почему так. Серега Смайл, например, говорит, что ДП хорошо стоит с батрайдером. И такой один матчап мы на лиге видели, и там батрайдер действительно не переиграл Деспрофит. Она нормально стоит. То есть несколько раз закидывается напалм. ДП за счет стиков этот напалм, ну, естественно, копит в смысле стаки. И если батрайдер взлетает, сразу же используется сифон, и ДП просто отходит. То есть здесь надо очень агрессивно как-то отыгрывать на батрайдере, прям душить с первых секунд. А учитывая, что сифон, кстати, не вкачан на первом левеле, можно вот так, да, стоять на хайграунде чужом и зонить оттуда Деспрофит. Ну, пока получается неплохо. Ну, вот Кен как раз, он, ну, не знаю, какие ты игры Экзекрэйшн смотрел, у меня Кен, в принципе, не так плохо отыгрывал. Я на всех остальных лигах смотрел Экзекрэйшн, да. Ага. Они из прошлой лиги вообще отказались от участия. После того, как проиграли одну или две карты, там нужно было группу сыграть на 10 команд, ну, одну серию они отыграли, проиграли ее, потом снялись с турнира, поставили все тех лузы оставшиеся. Ну, это грустно, грустно звучит. Может, они там готовились, тренировались. Так это было тысячу лет назад, там другие люди играли. Ну, я понимаю, да, когда там Айвет играл, да, все это и так понятно, но, как ты знаешь, за Тек все равно немножко грустно. Еще грустно за Рейджин Патета, который был близок, но все-таки не погиб, потому что Клокверк идет, отвлекает внимание. Они, кстати, кто-то из них сейчас должен погибнуть, потому что они так доиграются, и, возможно, еще и стики пошли, и еще тычечка-тычечка, хорошо. Так, у нас все-таки Клокверк погибает на ФБ для Спектры, ФБ на Клокверк и для Спектры. Ну, что могло быть лучше, мог бы быть и даблки лучше. Ну, а так, в принципе, я думаю, что Спектра о таком развитии событий очень довольна. Она потеряла Лича, на которого, ну, не то, что все равно, но Лич уже все там свои способности выдал, у него там ресурсов не оставалось. Сейчас подригенится и опять будет готов свою Спектру защищать, а она ФБ взяла. То есть и по Крепам мы видим, что Спектра отлично фармит, а Бойт Спирит, ну, Креп тоже не так плохо. То есть у них примерно все одинаково. Да пока даже нет смысла на эти статусы смотреть. Да, согласна, согласна. Тут ничего интересного. Если бы была разница большая, то стоило бы. Может быть, да, если бы была она. Но пока все достаточно спокойно. Тут, видишь, экзакрэшн, с одной стороны, надо постараться быстро закончить, возможно, да, выйти все-таки Спектра кажется фаворитом. Опять говорю, кажется. Потому что я уже ни в чем не уверен. С другой стороны, такой пик у Блейз, который способен драться. Ну, то есть их продавить достаточно сложно будет. ДП дерется спокойно. Феникс, который в флейне стоит, получает быстрый левел. Тоже саппорты очень боевые. Особенно Таск, который по карте начинает уже двигаться. В целом нормальная ситуация. Но экзакрэшн, посмотри. Стараются давить, стараются доминировать. Загоняют опять ДП куда-то далеко под вышку. По левелу, конечно, Батрайдер должен ее опережать. Я вижу, что у него очень большое количество денаев для такой минуты. 12 на 9. И он, может, добил столько же, сколько и Саманты с Профит, но по экспириенсу все у него гораздо лучше. Спектра. Ман нет. Лич. Второй уровень Батрайдер с Ботлом. Тускар продолжает стоять в миде и ждать, пока нападет Батрайдер на ДП, чтобы на развороте с этим Батрайдером как раз и разобраться. Везде герои фуловые. Нигде экшена нет. Миде начинается, потому что нападают на Батрайдера. Здесь Таск. Отличный выход. Надо добивать. Надо добивать. Есть фраг. Хорошо. Правда, Клокер так отлично добивает. Он, кстати, под Файером стоит и, соответственно, можно было вообще чуть ли не двоих героев забрать. По-моему, ДП чуть-чуть вышло. Ну, разменяли Тускара на Батрайдера. Батрайдер, который должен доминировать грустно. Типа, ДП сейчас еще в ласку получила бесплатно. Саппорт подошел вовремя. Поделился. Ну, опять, да? Говорим про лейт и видим, что просадка начинается на линиях у Блейз. Как выходить лейт, когда у вас герои пока что плохо фарм. Безусловно, начало может не сильно повлиять, но... А можно ведь и наоборот, засноболить, как на прошлой карте. Феникс, третья позиция. Как тебя? Давно не видела. Не-не, появляются Фениксы, третья позиция. Очень круто викинги играют с Фениксом, третья позиция. Один из лучших викингов, говорю, Фениксов, который есть. Третья позиция. Ну, то, что викинги, лучшие викинги, это понятно. Забавно. Так, у нас нападение на спектру, стактра без маны, получает щит, реча и на развороте начинает драться, но урона отводит спирит достаточно много. Лич идет за бойц спиритом, Клокферк не догоняет спектру, уже нужно разворачиваться, либо на лича переключаться, либо Клокферк к куги-то, конечно, поставил хорошее, но у них уже нет ресурсов, чтобы драться, притянул спектру, хотел, конечно, лича. Вот как же много урона, но теперь рейджин под это доиграется, доиграется. И наказывается он как-то. Просто как он... Ой, ну, кстати, на самом деле он сейчас много сделал. Я сказала, что он ерной занимается, а он отвлекает спектру от фарма, и это, в принципе, основная задача у хардлайнера. Пока не так, чтобы хорошо, потому что спектра на первом месте по нетворцу и по фарму находится, но да ладно. Так, фейзы у войт спирита. Теперь догнать его будет пешком еще сложнее. Контроля не то, чтобы хватает на линии, ну и дальше не будет хватать на лайне, по крайней мере. Так что войт спирит потихонечку начнет раскрываться на линии. Будет стоять увереннее, скоро получит шестой левел, будет смещаться куда-то еще, будет помогать фраги зарабатывать. Бэтрайдер плюс войт спирит, действительно, потенциал у них огромный для убийств. Да, очень активный герой. Пока спектра первое место держит, Магнус следом за ней. Магнус, понятное дело, за счет импаура должен фармить даже побыстрее, если, конечно, спектру фидить не будут, но просто на голом фарме где-то в лесу Магнус заработает всегда больше. И что-то к нему летит. ПТ, да, скорее всего? Ну, надеюсь, что не Медас, хотя было бы забавно. Медас на Магнусе, такого я еще не видел. Я тоже, поэтому... Ну, хорошо, что мы не увидим этого на этой карте, потому что, знаешь, это было бы звонок на экзекрэйшн. Это интересно посмотреть, кто же в лейте сильнее, Магнус или спектра. Но Магнусу тут... Ой-ой-ой, ты просто посмотри, какая прелесть. Сколько стаков. Кстати, дорогие зрители, не забывайте нажимать на панель фото-трансляции и получать 100% бонус к депозиту от паримача. А тем временем у нас погибает Ветрайдер, сейчас погибнет Клокер, даблкил для Death Profit. Ну и решили... Самое обидное, что спектра выживает в этой истории и триплкил. Угу. Да, да. Знаешь, мне кажется, что XHD гораздо чаще играет на ДП, чем на Манки Кинге. Вот уже я могу такой вывод сделать, потому что МК был откровенно плох. Да не был он плох. Мне кажется, ты очень груб к нему. Он никак не переформил бы Дума. Ладно, я обязательно дождусь той игры, где будет стоять в Европе в Immortal Division сильный мидер против сильного мидера, пойдет МК против Дума. И я теперь плачусь. Вот если это там будут на самом деле... Я даже старый поищу, где Тобсон выиграл. Старый? Это насколько старый? Ну, в этом патче. В этом патче? Конечно. С против сильного Дума? Конечно. Против какого? Я не помню, с кем они играют. Я тебе найду. Я запомнил, что Тобсон, а этот, ну там, не знаю, тысячи. А у нас в Европе много слабых мидеров? Ну да. В Immortal League, например. Ну, извини, все-таки МК это изначально, там уже может от многих вещей зависеть. Здесь он Мидас купил. Вот найди мне, чтобы Дум купил Мидас. Это вообще никак не повлияло на то, что МК с первой минуты не бил Дума. Мидас он купил минут через 7-8. Ну, я про то, что... А как он должен был дальше перефармливать? Немножко разное. И обязательно запомним этот момент. И я тебе обязательно скину, как только он будет. Ну, а пока... Пока на ДП у него получается гораздо лучше. Он идет на второй, третьей строчке, проигрывает только Магнусу по понятным причинам. И самое главное, он сделал трипл килл. Да. Здесь, конечно, и он молодец, и плохо отыграли к Закрешн, которые просто нагло пошли под Тавер, к Трой, и в итоге подарили ДП такой шикарный старт, с которым она сейчас доминирует. И должна будет ходить, забирать Тавра. Бэтрайдер, который должен доминировать, как раз не в самой лучшей для себя позиционке. Но, тем не менее, Тускар ошивается. Тускар подставляется. Вот спирит цепляет ДП, притяжка, лич, щит. У нас хаунд от Спектры, и Спектра. Бэтрайдер тут полетел, ДП выживает. В итоге, возможно, у Бэтрайдера будут проблемы, экзорциз был потрачен, у нас откидывают ДП, еще Магнус, Магнус, замедление, РПшечка, ДП убили, теперь на Лича, Лич под урной, Лич на развороте, ничего сделать не может. Тускар прилетает, как только Реса со Сноубоу прячется, теперь и найден Тускара, можно пойти. Боги, возможно, даже были лишние, но факт остается фактом, Тускар также погибает. Под Фидонили, и это, мягко сказано, Феникс не мог прилететь к своей команде, потому что... А, Истебайр, кстати, тоже не могла. Феникса был кулдаун же, телепорт, если не ошибаюсь, да? Да. И вот если бы там была супернова, они могли бы подраться. А так, у нас и экзорцизм был потрачен, и просто ни один герой у Экзекрейшн не погиб. Важный ультимейт и минус, хаунт и экзорцизм. Ну и теперь еще... Вот Рейджен Патета мне на Ватспирите тоже больше нравится, чем на Санкидге. Правда, сейчас его, правда, могут забрать, но агрессия плюс сыграла. Для Блейз. Клапвер Кукшот. Хорошо. Теперь еще Лича забрали. Ну, не забрали Спектру. Неприятно. Но Спектра не фармит, она идет на базу, она не может стоять на этой линии. Ватспирит играет так, как должен играть, агрессивно, есть поддержка. Вот это очень круто, что у Ватспирита, хардлайнера, есть такая хорошая поддержка, как Локвер. То есть они вдвоем могут врываться, и, как вы видите, пока пусть и не Спектру забрали, но хотя бы вот Лича отправились на базу. А у Магнуса фармежка продолжается. У Магнуса сабля появляется, стаки ему какие-то делают. Кстати, работают в этом плане. Молодцы. Вот, плюс, вот знаешь, я последние игры смотрю, не так много команд, которые все-таки находят время, делают стаки. Здесь Магнус, который, разумеется, с этими стаками очень быстро разбирается. И уже просто смотри на Нетвордс Магнуса. Ну, насколько он выделяется? То есть он опережает своего ближайшего оппонента. Кстати, интересно, что его ближайший оппонент, это Феникс. У него что, Медас есть? Да, вряд ли. Не видел, а может, и есть. Так, здесь, попытка убить Таска, его должны пойти забрать. Да, забирают. Такой небольшой фраг, но саппорта убили, и да ладно. Да, Феникс без Медасу, но он какой-то прям фармящий. Кстати, насчет Магнуса против Спектры, я так подумал, а ведь реально он же купит себе Сильвер Эдж. Ну, да, он покупает себе Сильвер Эдж. Он купит себе Сильвер Эдж против Спектры. Да может и сработать. Ну, теперь... Да нет, я просто что-то забыл про этот нюанс, что Магнус это саблю покупают, соответственно, грейдят ее потом. Что-то да. Я обожаю, когда покупают Сильверы против героев с сильными пассивками. Стараются таким образом закрывать. вчера вот Лайонс некому было покупать этот предмет. Было тяжело Спектру пробить, например. Которая была оверфарм, там, семислатовая. А здесь, здесь Магнус может, потому что темп он поддерживает сумасшедший. Спектра даже близко с такой скоростью фармить не может. И Сильвером можно будет с ней разбираться на любой стадии игры, в принципе. оно все правильно нажимать. И 2000 уже за экзекрэйшн. Так, вот спирит пока без спиритвая сала. Соответственно, ДП так быстро не получится. Рейджинг по ТЭТу еще не так хорошо свои скиллы разбрасывают. Поэтому Блейз могут просто отсюда уйти. Бэтрайдер прилетает, у него оторвала, но нет блинка и смог. Знают, экзорцизм он сейчас заканчивается. Соответственно, для них это самое время идициировать, драться, властвовать и унижать. Не знаю, как по поводу инициации. Я вижу, там Клоппер шотиком запрыгнул в ДП и Лассо Петрайдера тратится на лича. Легкие минус 2. Я считаю, что реализовали очень хорошо этот выход. Манненсор появляется блинку, его появляется в ДП и у нас еще находит Войтспирит Тускара. Нужна небольшая поддержка. А тут Хаунт Спектры Снэпайр забрасывает. Войтспирит будет какое-то время жить, но в итоге, наверное, все-таки его должны доковылять. Да, так оно и происходит. Тускара забрали, а за Фениксом следом, либо за Спектрой. Вообще, конечно, хотелось бы убить Спектру, могли бы забрать Феникса, но в итоге уходят они. Да, разминяли бы спирит и на Тускара. Переагрессировал Рейджин Патайта, думал, что еще и Спектру возможно потом получится забрать. Не получилось, да и ладно. Магнуса немножко не хватило, было бы там ОРПшечка, вообще было бы замечательно, и Спектра, скорее всего, и Феникс бы погибли, но Магнус фармит, фармит он хорошо, судя по его Нетворцу, разница в 2000 для такой минуты она очень ощутима, как раз практически весь перефарм, который вообще есть в скрещенном данный момент. Вот, теперь тут не хватает немного Спирит Веселла, со Спирит Веселлом играть станет, ну, просто будет игра более агрессивная от него, и тем более можно будет убивать ДП побыстрее. Для любого, там еще Феникс неприятный есть, который может помогать темой, это Веселл здорово работает. Хорош предмет. Да, согласна. Главное купить. Ну и потом, чтобы стаки постоянно были, хотя, если учитывать, как играют сейчас экзекрэйшн, как они много убивают, наверное, стаки он будет всегда поддерживать. Вот он Весел, мы ждем, мы ждем от него выходов, вот он первый выход пошел вместе со Снэпфайру, который пока ультимейта нет, спектра прячется куда-то под вышку, фармит в миде, какая-то точка небезопасная, завсюду могут напасть. Скан от Дайр, хокшот от Клокверка на Тускара, щитлича, Коги от Клокверка, забавно, Коги и Шарды, но, тем не менее, Лич погибает первым. Феникс пытается улететь, но не улетает, так далеко, притяжка, вот будет Спирит, это Лассо от Бэтрайдера под Ускару. Ломайте, ломайте, скиньтесь по удару. Супернову не добивает, еще буквально пару ударов нужно сделать, но Супернова лопается и взрывается, взрывается Магнус, в итоге отправляется в Таверну, размен до 2 ДП, под ультимейтом, здесь уже должны погибать все игроки команды Экзекреэйшн, да, преследуют у нас еще и Бэтрайдера, минус 5 это будет. Похоже на то, да, Блейз справляется, просто Супернова в центре поля ставится и... Но она не совсем в центре была, она была достаточно с краю, что пошло не так. Началось все с того, что РП плохо дал Магнус, он дал его в лича и все, убил пятерку, этого было недостаточно, все остальные герои потом уже приходят, ставятся Супернова и ломать ее некому, но они там как-то, да, он в центре поставил, справа герой пошел, слева герой пошел бить, Магнус как-то запрыгнул, в итоге ни у того, ни у другого не хватило урона, не хватило в смысле скорости атаки для того, чтобы сломать. На этом все закончилось в этой драке, но сейчас хотя бы какую-то компенсацию получить до битвича. Самое главное здесь какую-то, потому что Магнус погибает с топовым нетворсом, у них и так не все идеально, потому что Бэтрайдер, который медиснейл, он совсем себя плохо показывает, этот Бэтрайдер будет как тройка, четверка, ну, пока как распад, как тройка, и в итоге у нас нет такого полноценного мидера, как у Блейз, которые с ДП будут много пак выносить. Бэтрайдер медовый последние дни, кстати, себя не очень хорошо показывают, вообще везде. И опять же, вот перед миде нападение напали, убили, спектры потратили, забрали третью позицию, спектра дальше может отправляться оформить какое-то время, Бэтрайдер собирает себя Блэкин Бар, хукшот у Клоквека через пару секунд вот на кого нападать непонятно, желательно, конечно, чтобы вот шот тратился у какого-то героя наподобие не ладно, заберу к Фениксу, будет уже, в принципе, неплохо, захотелось бы, чтобы яйцо именно, раз мы разбивали, Снафайр еще какой-то странный у димейт дает, ну, ладно, реча не заберут, а еще у димейта Снафайр сет просит, забавно, здесь издвиняет, может, стаки еще Магнсу? Это было бы неплохо, да, Магнус способен, это как он сделает сейчас. ВКБ выход планируется, ВКБ скоро появится такими темпами. Экзекрейшн только что растеряли часть преимущества до этого, когда пятеро их потеряли, но сразу же все возвращают, снова идут три тысячи, стаки чужие зафармили, вышку на миде могут спушить, в спектре нужно ускоряться, нужно фармить. Ты знаешь, отставание спектра от Магнуса даже немного сократилось, она отравляется. Она-то не умирала? Да, да, да. Так, забрали тавр, дело в том, что сейчас Магнус может сам за это пострадать, очень хотели забрать этот тавр в миде, ну что ж, за это, возможно, вы пожертвуете жизнью двух своих коров, так оно и происходит. Притом и первой, и второй позиции. А может быть Рошан? Может быть Рошан под экзарцизм второго левела? Ну это прям будет максимально идеально. Кстати, Рошан неплохо клэпает, но в Фениксе, думаю, сейчас, если что, подхилить, может быть Райдер, приходится тратить байбэк, его натурство становится еще меньше. Что это за байбэк, что это нападение? Никто не успел подойти, сейчас, если не успеют, Но Клокрик вырывается, и все-таки Пискар забирает у нас Аегис в итоге, ДП поднимают ветра, ДП без ультимейта ДП надо забирать и бежать в Спектре уже нужно. Вот что нужно делать в Спектре. Она уже не должна драться. Она пока стоит, смотрит, думает, может все-таки подраться, может хотя бы кого-то заберу, ну, увозит у нас Тускара, а урона не хватает. В итоге, минус Клокрик, дальше на развороте выбивает Тускара Аегис, очень забавно. Магнус появился, Магнус несется на всех парах, у него есть РП, соответственно, Спектра уже здесь все равно нет. Понятно, да, но драку имеется в Дубле, то есть не нужно продолжать, потому что они-то любители подраться. И благо они вовремя отошли, Аегис все-таки забрали, Рошана забрали, вроде тоже они, так что в целом, наверное, они эпизодом довольны. Да, это не Аегис на Спектре, но и так пойдет, это хотя бы не Аегис на Магнус. Они успели, и они выбили байбэк с Бэтрайдером, правильно? А если выбили байбэк с Бэтрайдером, значит, у него экономика, сами видите, где находится. Ну, тут очевидно, что Блейс в плюсе от этого замеса. Единственное, что у ДП, что уже ульта нет, до Пути еще нет, они уже в Смаках отправляются искать под баунтинг. А там скоро он должен появиться. Ну, я думаю, там около 30 секунд, если не меньше. Пока дойдут, пока дойдут. Войт в Кирида, опять, Тускар, нападает. Он первым напал, как-то... Это далеко. Попытка хорошая. Попытка немножко, совсем не хватает. Рейджин Паттейта успел улететь, молодец. Купил себе бустер, будет брать себе Гангим. Снова 3К за Рейдиант. И Смак. И Смак. Знаю, что хаунта нет у Спектры, поэтому Смак по таймингу мне нравится. И БКБ у Магнуса появилось. То есть два таких важных момента. Ну и Тускар. Батрайдер вообще перестает жалеть Лассо. Решение хорошее. Че, и фраг достается ему. Скрэйшен ускоряться надо. Сейчас у них против Спектры должно было быть преимущество где-то около 10 тысяч. Ничего, ты им цели ставишь? Да, да, да. Че, не 40-то сразу? Почему? Почему, слушай, но у нас было сегодня уже такое преимущество. Не сказать, что... Ну там линии-то нормально Блэйс стояли в этот раз. Просто Магнус сам по себе герой такой быстро фармящий. Остальные проседают, проседают не сильно. Не, 10-й это прям много. Это в лучших традициях алхимиков и... Нет, ну не между уже Магнусами Спектрой. Я понимаю, понимаю. Так вот, например, в этот момент, когда Магнус погибает практически просто так. Клокверу приходится сжертвовать собой. Ой, какие шикарные шарды. И что делать с Магнусу? Магнус, блинг, блинг, спектра, даггер. Там будет спирит, смотри, как режет. Забирают свеча, снэпфайр, погибает так же, минус ускар. Спектра. Ну, спектра, спектра. До конца, до конца, до конца. Да, еще один даггер есть, есть враг. Мегакил уже, кстати, стрик. Там убивают и других героев. А по ДП урона нет. ДП очень плотно. Но чтобы вот Клокверк, Бэтрайдер, Водспирит, они очень вот ДП будут работать. На будущее нужен какой-то Клокверк. Клокверк в кулдауне, еще секунда. Клокверк также в кулдауне. Бэтрайдер приходит, Лассо тратит на Феникса. У Феникса суперного кулдауне. Отбрасывают его, преследуют. Феникс просто улетает. Бэтрайдер понимает, что догнать будет опасно здесь уже Спектра. Спектра его просто отогнала, радуется, что развела на Лассо и защитила своего тиммейта. Ну и все. В этот раз ну что же, аукнется. Им кажется, что ты скоро решишься убирать. Ох, аукнется. The Creation. Чего мешало взять, да, какого-то героя под Магнусом? Вообще любого. Там, Фантомку возьмите, пусть рубит Спектра. Сларка. Кто не забанит, того, кто лишний. У Сларка вообще вот просто он очень хорошо здесь был бы. Ну, сами виноваты. Через шарды, пьевкрыс. Сзади, где у вас решается выход в плей-офф, последний матч, вы ведете в серии. Когда вы ведете в серии, вы, наверное, имеете право рискнуть. Вы имеете право сыграть каким-то интересным пиком, удивить соперника. Но там соперник скорее удивился не потому, что вы чем-то гениальным его поразили, а потому, что, а где у них Корр? Они как нашу Спектру будут побеждать? Магнус по-прежнему может ее, наверное, разрубить, но я не вижу, чтобы на нее нападали. Она всегда нападает последней сама и уже собирает сливки. Минус лич. Лича, конечно, в любой ситуации. В любой непонятной ситуации бываете личи. Хитра в защите. В защите вышки. Но вышка должна падать со следующими крипами. Очень легко. Или... Или там Магнус куда-то прыгнул. Ага. Ну, и вывозит он у нас Тускара. Тускара можно забрать. Спектру там увезли. Спектра умирает. Спектрой, да. Спектра до сих пор живет. Супернова. Она посмотрит, как же просто долго живет Спектра. Это невероятно. Она подсейвил ее еще лич щеком. Ну, я не понимаю, как они... И при всем при этом ДП она новая. То есть, вот как они собираются вообще что? Что они собираются делать со своими играми? Пусть будет отличнейшая РП, пока урона у них вообще никак не попадает. Сильверайджа не хватило, чтобы убил электрон. Да даже вот, смотри, хорошо, если бы они убили спектру, чтобы изменилось, они все равно за ней спроигрывают. Хороший вопрос, кстати, да. Возможно, все, чтобы они сделали, это просто... Просто ДП сколько урона, спектра сколько урона, а здесь, ну, внес Магнус урон. А от кого дальше должен быть урон? Не знаю. Магнус урона Бэтрайдер в миде внес урона 611 меньше, чем любой звук. Бэтрайдер сейчас вот летит. Бэтрайдер, с лотов нет, куда-то летит забаунтирун, его перехват. Бэтрайдер. Да какой Бэтрайдер, Откуда ему взят? Спирид, кстати, молодец, запрыгивает частью. А, нет, есть, прилетел. Все, все, прошу прощения, извиняюсь. Приходится тратить ДП БКБ, ДП Ультимейкс. А, у нее, кстати, она вообще может уйти с помощью ДП? Сейчас уже не может. Он скоро будет еще один. Они, посмотри, как лезут, посмотри, как они хотят воспользоваться тем, что нет экзорцизма, нет каунта. Кажется, они поменялись местами. Да, 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 есть что-то похожее. Правда, здесь Блейз не ведут, конечно, 15-20 тысяч, пока только одна, но сам факт, они камбэкнули. Они сколько времени проигрывали. Они постоянно летели тысячу, две, три, четыре, а сейчас повели наконец-то сами. И Спектра вплотную подбирается к Магнусу. И не только Спектра, и ДП подбирается к Магнусу. И даже Феникс может подобраться к Магнусу. А Бэтрайдер? Бэтрайдер никуда не может подобраться. Ну вот, именно Бэтрайдер не будет, а не может... Бэтрайдер может по-прежнему цепануть одного. Вообще, план-то можно по-другому построить. Выцепить не Спектра, а просто ДП? Ну, как вариант. И увести ее. Но Бэтрайдер, он пешком заходит в файт. ДП, перед тем, как он до нее долетит, Деспрофит успеет и ультимейт нажать, и Юулом как-то спрятать себя, поднять, да, выиграть время. Или Бэтрайдера, наоборот, поднимет, если тот БКБ не нажмет. То есть, именно просто резко зацепить Деспрофит через блин какой-то. Пока возможности нет. Блинка нет. Будет позже, наверное. Закрыши на топе пытаются сушиться на обычном. Так, РП, В ДП, Лас-Лот, все в ДП просто дали. Наконец-то что-то сделали хорошее. Потратили, правда, два важных ультимейта. Проблема такая, что отлично, от одного кора они за два важных ульта убивают. Но проблема в том, что другого ультимейта на Спектру может и не хватить. Главное, чтобы они что-то сделали за это время, правильно? Чтобы это окупилось. То есть, Рошан будет через 15 секунд. Там ДП успеет появиться. А кто Рошана будет подавать? Магнус. Угу, Магнус. У него урон-то много. Три с половиной сотки, хватит. Магнус сейчас может вообще-то вертол отправиться такими темпами, а у него пока бэп-пулдау не помочь, ему никто не хочет и не может. Ну вот, все. Где Магнус? Нет Магнуса. И не будет. Теперь плейс пойдут, убивают Рошана, если вспомнят про него. Здесь нападение на Войт Спирита еще. Фир. И надо добивать, надо добивать Рейджин Потейт. Он пытается жить, он мобильный, конечно, но доминейтинг. Бьем, да? А почему он? 370 золота. Неплохо, неплохо, Блейз. Сейчас проверит Рошана наверняка. О, блин, Кубатрайдер, вот это хорошо уже. Граги Кот также появился. Возможно, стоит тому же Батрайдеру отдать, чтобы он победу ковалки кому-нибудь. Атакс Пит неосповажен, Клокерку можно отдать. Пусть тачит дальше. Вот заход на Рошана без экзорцизма пока что, но всегда можно его поражать. Двух героев нет, поэтому нужно просто брать и забирать этого Рошана, забирать у него с Ирсаегисом. Ну, кстати, Снэплайр очень мешает забирать Рошана. Правда, нужно что-то еще. И Клокерк отбрасывает Клокерк. Нет, все-таки забирает у нас ДП. Он попытался. Попытка это похвально. Грейт Пейрифайр падает для Дайр. 20-й левел Феникса. На самом деле, такое преимущество сейчас командой Блейз сохраняется маленькое преимущество. Только потому, что Лич, посмотри на фарм Лича. У него 3000. Он проигрывает Локверку в два раза. Тускар проигрывает Снэпфайр. Тоже тысячон. Таким образом, суммарно... На ДП у нас нападение. ДП забирают. ДП, кстати, про жалобы КБ. Это очень-очень важно. Потому что сейчас ее можно забрать следом. И вывозят ее. Она под щитком Лича, поэтому какое-то время поживет. Но, тем не менее, урона слишком много. ДП погибает. Каунт от Спектры забирают в размен Снэпфайр. Притяжка от Лича. Бэтрайтер под БКБ. Спектр разворачивается. Идут за Личом. Здесь Войт Спирит. Очень много на себя на самом деле внимания привлекает. И в итоге забирает Лича. Размен у нас 2-2. Клокверк врывается. Очень хочет добить у нас Тускара. Сотовится Супернова от Феникса. Магнус пытается просто отсюда выехать. Забирает у нас Тускара. Супернова взрывается. Теперь на Клокверка. Клокверка минус. Бэтрайтер идет дальше. У него ХП совсем нет. Куда же ты идешь? Сюда заходит Магнус. Начинает драться со Спектрой. Спектра вообще Магнус не ставит ни во что. идет просто забирает забирает Бэтрайдера. А Магнус отсюда выходит. Знаешь, я хочу отметить, что для той ситуации, в которой сейчас находится экзорцизм это не самый худший размен, который мог быть. Ну, правда. То есть, они забрали Аегис. Почему же не самый худший? Это потому, что ДП наверное там 0 урона всего нанесла. Она не использовала экзорцизм. И Опа! Спектрат! Попытались. План был хорош. Смотрим. ХП здесь немного оставалось. Могли убить. А вот сейчас, кстати, Death Profit абсолютно правильный предмет себе берет. Очень многие про него иногда забывают. Это Айон Диск, который не позволит ее быстро зафокусить. То есть, ДП скорее всего теперь будет успевать прожимать экзорцизм там сифон плюс Еул, например, чтобы еще пожить подольше. И потом уже потратив свои способности, экзекрэйшн не очень будет работать по Спектре, например. Показывает практика, если тратит все в одного, второй живет и убивает. Я сейчас смотрю и не понимаю, каким чудом экзекрэйшн. Вот здесь им реально только чудо поможет. Помнишь, это мы с Ластом вчера комментировали игру, когда Морф очень жестко камбэкнул, у него была плохая очень игра, он просто невероятно сильно камбэкнул и пошел в соло и отдался. Когда они забирают вот они тут с командой, забирают Рошана, могут забрать Рошана и забрать Аегис Аганим, он идет по миду и просто один соло умирает. Но знаешь, вот как будто у тебя рейд-клик стоял на вражескую базу. Это была такая забавная ситуация, и вот здесь нужно в таком духе только чуть побольше раз, чем один. Возможно, восемь. Возможно, я немножко перепогибаю, конечно, но просто я не понимаю, как убить и спектру, и ДП. Сейчас нам экзекрэйшн покажут, я надеюсь. Опять же, 2000 кажется на бумаге, что это фигня, но на самом деле спектра, ну ладно, спектра, там остальные два кора просто перефармливают других двух коров, но играть еще можно. Играть еще как-то даже против такой спектра, наверное, можно. Там и Бесел Блейд появился, 23-й левел. Спектра не с командой, потому что он нападет с хаунтом. Вот так, например, Бэтрайдер в секунду без Таебабица остался. Вот спирит просто пытается уйти, не угадывает сейчас спектра, нужно бежать Рейджен Потейта куда подальше. Там, кстати, еще кого-то перехватили. Нормально. Надо ломать Т2. Они решили драться без Бэтрайдера, когда у ДП еще работает экзорцизм. Хорошая идея. А если пятерых убьют, переобудешься? Переобудюсь. Сразу же он Гавиан, но они убьют. Врывается у нас вот теперь над Ускара, Бетра, Лич, Подхелм. А если никого не убьют, переобудешься? Просто я не знаю, что они хотели без Бэтрайдера сделать. Даже у ДП нет ульта и они не могут драться. А ДПС мало кто наносит. ДПС наносит только Магнус, он не участвовал сейчас в нападении. Бэтрайдер может, но ему надо разогнаться. Ну и Снэпфайр, наверное, вытекает. Не самый высокий дембер сейчас наносит. Там очень плотные герои. Бор он сейчас настолько значительен. Хорошо, Магнус заходит замес. Уже получается сразу же обисал. Это минус по ОХП. Теперь у нас РПшечка по одной Дупернова от Феникса. Они уже понимают, что они ничего не могут. То есть преимущество тысяча золота облейз. Это очень мало. Но то, как убить нельзя. Не получается. Ну, стадии. Я просто не понимаю, почему они решили так сыграть. Я понимаю, почему Снэпфайр против Феникса. Я понимаю, почему Бэтрайдера они даже мид поставили. Я понимаю, почему войс спирита захотели на сложную. То есть все, в принципе, нормально. Но я не понимаю, если они уж хотели с Магнусом так сыграть, почему его просто мид не поставить было. Это очень смело так сыграть с Магнусом на легкой линии. Сейчас мало кто так делает. хорошо это получается только у лучших команд мира, наверное. Это не самый надежный кэрри. Просто не самый надежный кэрри. Есть гораздо проще герои, с которыми проще поджечь. Это просто герой, который отлично смотрится в миде с каким-то кэрри. Почему? Миде, вофлейне. Как будто команды у меня такое ощущение. Давайте сыграем в три карты. Типа даже Рейджи Патайта, который на предыдущей карте как очень много плохих действий на СК сделал, но тем не менее на этой карте он больше старается. Я чувствую, если бы я играла сейчас за экскрэйшн, я бы понимала, что в моей команде реальный импакт носит войд спирит. Магнус, у него были совсем неплохие рпы. Более того, некоторые замесы были проиграны из-за того, какие были рпы от Магнусу. И если его здесь ставят на первую позицию, это дает тебе в 10 раз больше ответственности, чем на второй. Потому что, ну, понятное дело, вторая позиция, она иногда даже более важная, тут никто не спорит, мит, и первая, и вторая позиция, они сравниваются бесконечно. Но и то, так как ты остаешься единственным хором, который вносит он импакт, вот это уже не самая приятная ситуация. Конечно, можно поругать бедрайдера, который с мидом ошибся, ну, и еще можно поругать спикера, который все в принципе этим занимался расстановкой айлайдом. Тоже сами смотрите, кого ругать. На кого-то нужно сваливать, и мы же виноваты. Ты зря это сказала вслуху. Очень зря. Комментатор был. Открывай чат, ты будешь виновата. Слушай, у нас сегодня проигрывает все нетрадиционно, я поняла. Ну, как тебе сказать, это стандартный пик, просто не вместе, стандартные герои просто не всегда их берут вместе. По три, по четыре можно в одном драфе увидеть. Я имею в виду, здесь нетрадиционный полностью, знаешь, как единое целое. так, экзекрейшн. Под атаку сейчас попадут, скорее всего, Блейз выходит. Ух, я хочу преобуться на этой карте. Я никогда так не делала. Магнус, магнус вывозит у нас спектру, она прыгает на другого, клопверка форстаф, в драйдер ласну на кого? А, в лотус, ага, понимаю. хорошо, вот теперь заходят дальше на феникса, притяжка, потеряли бэтрайдера, вот теперь понимают, что драться вообще не с кем, как бы, вроде хочется уйти, а вроде бы и не отпускают. Так, дитра от себя, хватает буквально секунду до ультимейта. А так бы хотелось переобуться, знаешь, чтобы магнус купил себе дайдалус, рапиру. Так, он по-прежнему может это сделать. Купит, если игра будет длиться еще какое-то время. Игра-то уже продолжительная получается, под 40 минут и конца края не видно. Ждем следующего Рошана, ждем драку за него. Экскрэйшн, сами виноваты, теперь будут пытаться выкарабкиваться. По-прежнему их не хороню, я по-прежнему могу допустить тот факт, что магнус прыгнет там в 2, в 3, в 4 героя ключевых, например, кроме, не знаю, лича какого-нибудь. И просто всех поубивает, сильверальному ударит спектру и начнет пить. Я даже хорошо спорю. Там стопфайр ультимойт запустят, вдвоем справятся. Тут просто РП в 4 сложно дать, это уже другой нюанс. спектра 12 на 19. Спектра не будет стоять так, чтобы антус стал РП. Это да, я же говорю. Шанс есть всегда же, правильно? Конечно, конечно. Но не в этом так. Ну вот. Так нельзя аж говорить. Всегда есть шанс. Хотя бы минимальный, но имеется. Как ты думаешь, есть у магнуса шанс выжить сейчас? Выжить вряд ли, но до первого как-то нападать. Но его тут поймали, нашли, молодцы, Блейз. Акторин-то покупает себе ДП. 80 секунд без магнуса. Почему-то не идут. Вообще, зачем Блейз куда-то идти? Они первую карту проигрывают. Сейчас они понимают, что время на их стороне, на творце на их стороне и по большей части вообще все на их стороне. Они ждут Рошана. Рошан появился. Третий вроде как Рошан. Давайте посмотрим, что там есть. Может быть по экзорцизму, например. Это будет вообще жесть. Дагоним. Можно и так. Дагоним для ДП тоже отличное. Для ДП, для ДАСКа может быть. Для Феникса может быть. Вот для Феникса, которого так есть дагоним. Его есть, да. Все, совсем пропустил. Момент. Это было бы вообще шикарно. Я думаю, для ДП отдадут. На ДП сильно дагоним, да. Раньше, помнишь, всегда собирали его. Да, да. Я, кстати, удивлена, почему его сейчас не собирают. Вот теперь это здесь забрали, в принципе, ничего интересного. А почему как-то думаешь, перестали его собирать? То есть раньше его чуть ли не вторым слотом после... Просто мы раньше гораздо чаще видели ДП и как-то привыкли к ней. Там сборки тоже разные были, с агонимом, естественно, часто. А здесь ДП просто появляется в одной игре из 20, в лучшем случае. Слушай, а почему такой богатый Феникс? Феникс? Потому что в оффлей не стоял? Вообще нет. Потому что полезный. Как он... Сейчас по фрагам сварю. Тут Стэмпайр забрали. Монстер килл у Феникса. Думаю, поэтому. Неплохо идет Феникс. Очень хорошо. Диффузом. Башки работают. Так. Вот были Бублейс. И понимаешь, вот как... Вот они вроде столько фрагов делают. Ага. Так. Клокверк украл, да? Агаин. РП. Ну, если РП, конечно, будет использоваться для того, чтобы выжить, особенно, если ты не выживешь, то тогда, да, шансов будет очень мало победить. Магнуса находят, пытаются что-то сделать. Спектра режет, рубит, баши срабатывают, минус Магнус без байбека. Это повод зайти на хайграунд. Пока мы с тобой спорили, кому ДП взять, там, лечу и так далее, у нас Клокверк украл. Воришка. Теперь с Аганимом. А Клокки Аганим тоже крутой. Да, кстати, да. Так что спорили мы, а в итоге Клокверк решил за нас. Так, ребята, что вы так меня рано слышите, что списываете. Ну и теперь с Катя и что Манта Стайл, Диффуза и Баши замедление. И он и решает и плотно и замедляет. Ой, замедляет два раза, но там сильное замедление. Тускар еще себя и он приобрел. Просто пришли, забрали сторону. Драки, как таковой, у нас не было. На вторую не пошли только, потому что стоят товара на топе и на боте. Это значит, у Магнуса будет еще один шанс. Я оптимист. Я верю в него. Вот я не понимаю, почему всего 5000 они ведут. Как? Они столько уже фрагов сделали. Они просто тут ходят... На Клока посмотри. Только... это не так много. В смысле, Клокверк четвертая позиция ведет у Таска четвертой позиции. Ну, ты же понимаешь, что за счет Аганима, да? Я понимаю. Но тем не менее, вот тебе ответ на вопрос. Ну и вообще, в целом, саппорты побогаче, получается, по позициям. Так вывели больше. Так, у нас нападение на Скара. Хоть Спирит и Бэтрайдер, кстати, не сдаются. Но проблема в том, что у них еще есть Спектра, которая записывала, просто она прыгнет и убьет того же самого Бэтрайдера. Так оно и происходит. А то Скар выживает. Ну и надо будет подтолкнуть какой-то из линий. Так, вот спирит. Дэмэдж не вносит. Ну вот не вносит он урон и все. Это хороший медовый Войтспирит, да? По слотам. Правильные артефакты, допустим. Это хороший в плейн Войтспирит. Мне кажется, что Войтспирит внесет урона больше, чем Магнус. Нет, сомневаюсь, конечно. Честно, я уверена, что он, если не больше, чем Магнус, то он в любом случае на втором месте и он вносил урон на этой карте. Вот он как раз много урона. Снэпфайр в соло просто разваливает. Пытается. Так, ломается вторая линия. Без боя ломается вторая линия. Тут, видимо, когда Аегис закончится, это все, конечно, очень здорово, но без двух линий Блэйс может все равно зайти. Даже без Аегис легко. Спектрат 27, почти 28 левел. Хекс у ДП. Опять какой-то забег от экзекрейша намечается. Это смог последней надежды. Самая любимая. Сейчас их пятерых убьют и все будет, в принципе. Тускара, Тускара, убить Тускара всей ценой просто. А у него Айон, он прячется в сноубол, хаунд от спектры, на Снэпфайр нападение. Снэпфайр погибает первая, слышу где-то РП. Ага, Магнус пытается уйти, но куда же ты тут уйдешь? Феникс под скил у нас по Тускару. Это минус 2. Теперь можно переключиться на кого-то еще. Переключается на Клокверка. Снэпфайр погибает Снэпфайр Клокверка зацепили, Клокверка не отпустили. Иксулю дали. Ну и в принципе от пенали. Клокверк также погибает и Магнус не может присоединиться. А Егис заканчивается. Ну как в принципе и эта карта подходит к концу без Магнуса драться. Не знаю почему они не пишут ККН. То есть такая уже все замесы, которые они проводят, они проводят минус для себя. Спектра приобретает для себя еще один очень дорогой слот. Это бабочка. Остается без байбека, но по факту ей он тут и не нужен для того, чтобы ее вообще за игру ни разу не убили. Так что думаю, что не убьют. О, кстати, насчет ни разу не убили. Я как любитель статистики обязательно посмотрю что-то по рекордам в перерыве, потому что 15-0-24 это как бы 39 КДА и намечается хорошая позиция в рейтинге. Возможно даже за всю историю. Да не, наверняка лучше были, но показатели очень достойны. Там где-нибудь в топ-20 можно залететь с таким показателем, особенно учитывая, что драка может еще одна произойти. А наверняка она произойдет. И там спектра соответственно может еще поучаствовать в убийстве 4-5 человек, например. Так что кстати, Феникс показывает КДА тоже запредельный абсолютно. 11-1-22. Ну, Феникс был очень полезен. Для Феникса такой КДА иметь вообще забей. Один раз умереть на Фениксе. против Снэпфайр. Очень похвально. Сломал К3. Хоть что-то. Вот на этой карте будем ругать Бэтрайдера. Магнус попытка неплохая. Старался. Мы оценили. Вот, теперь порвался на ДП. ДП, кстати, так неплохо потеряла БХП, но успела БХП прожать, поэтому здесь будет жить. Хаус пошел. Вот теперь пытается отойти. Сколько раз обязала прыгать на Бэтрайдер. Бэтрайдера Форстафуэдс. Шарды от Тускара. И, в принципе, никого не потеряли. Это очень хороший и большой плюс у нас для Рэдиан. Магнус РП по-двоим увозят. У нас пошло лассо от Бэтрайдера и пытается уйти отсюда. Вот теперь его притянуло лич, поэтому здесь его нужно убивать. Неплохо сутки. И сейвит. Надо сломать, там спектра сидит. Ну, попробуйте как-нибудь. Не, не хватит. Они просто взрываются. Эту спектру сегодня никто не убьет. Бэтрайдер погибает после байбэка, Клупер без байбэка, а также отправляется у нас таверну Снэпфайр вместе с Магнусом. Гуд гейм, Бэл плейд, вторая карта заканчивается победой Блейз. Притем, я бы сказал, уверенной победой. Но первая карта была примерно такая же от Экзекрейшн, если честно. Вторая такая же от Блейз. Ну, что могу сказать, эти две команды друг друга стоят. Не зря они в своих регионах на последних примерах. Как эти группы друг друга стоят. Команды с разных групп у нас три карты в первой серии, три карты во второй серии. Азия не изменяет. Что могу сказать? Не играйте без Керри. Не играйте без Керри, если вы планируете побеждать. Особенно такого героя, как Спектра. Увы, не получилось. Магнус был, к сожалению, не так опасен для нее. И так РП мы от него и не увидели толком за последние полчаса, кроме вот этого последнего, который уже ни на что не влиял. Что ж, идем на перерыв. Будем ждать третью карту. На этот раз уже последнюю.